Сегодня прям день ГНЛ. У меня вторая проверка подряд. Всегда с разницей в 15 минут. В 15 минут проверить человека, это, конечно, классно. Аналогично. У меня точно такие же проблемы были при проверках. И тоже все ГНЛ, и тоже все 15 минут. И записываются 4 подряд. У меня так было. Я такая, что? Неприятная история. Потом теперь на проверке я записываюсь по одной. Чтобы, мало ли, какие бывают у людей. Да, слушай, я вчера принт-экс давал. Если записываться по одной, то растягивается на весь день проверка. Это да. Причем ты ничего сделать не можешь. Ну, то есть там куда-то уйти или еще что-то. При этом непонятно, что происходит. Не знаю, мне так не нравится. Да, я понимаю, да. Аналогичная ситуация. Ну, когда проверяющий тоже 2 часа, его нет, а потом он забыл запись нажать. Это просто комбо. И то есть он 40 минут меня проверял, и потом забыл нажать запись. И такой, давай еще раз. Я такая, ну, круто, спасибо. Ты из Москвы, из Казани. Из Казани. А ты? Понятно, я из Москвы. Это никак не повлияет на то, как я буду проверять. Ну, а как это может повлиять? Мало ли там, безгибельно, продвижаться отношений. Почему? Ну, смотри, план такой. Я сейчас проверил по норме все. По норме все. Сейчас я прогоню по трем тестам, которые у меня есть. Потом прогоню по утечкам. Ну, в алгоритме просто. Ну, и там дальше просмотрим код. Если у тебя будут какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Сам позаду и вопросы. Если у меня не будет. Хорошо. Попьем чекером по ловеру. Я еще ни разу не проверяла. Давай посмотрим. Так. Ловеры коварные. Тут надо еще удалять вот эти вот файлы старые. Потому что иначе проверка будет по другим C-файлам. Не твоим. Ну, ладно. Вроде все ок. Ну, давай начнем с Gnl. Так, подожди, а где? Почему так? А, вот все. Gnl. Ты бонусы делала, да? Да. Бонусы у тебя такие же, как... Да, супер. Да. Это очень удобно. Бонусы у тебя, как иначе, как иначе, как иначе, как иначе. Тесту были крестики в одном и том же месте, в четырех строчках нижних. Почему-то. Ну, вот какая-то у меня была там, видимо, ошибка. У тебя проверяли на Mac'е или на Windows? Хороший, кстати, вопрос. Может быть, это было на Linux'е. У меня у самой Mac тоже. Ну, просто я заметил, что тесты вообще по-разному сюда могут вести, в зависимости от системы. Ну, я вчера меня проверяла девчонка, которая, ну, там в printf есть фишка с... как бы это правильно и быстро объяснить. Ну, там нужно, чтобы nu выводилось на экран просто, да? Если ты передаешь, печатаешь pointer, который указывает на nu, должно печататься в скобочках nu. Ну, а у нее на Ubuntu печаталось nil с ABL. И я так, типа, чё? Что это такое? Она говорит, слушай, у тебя тут не совпадает. У тебя печатается nil, а у меня печатается nil. Я говорю, нет, подожди. Не играю. Здесь все хорошо. Жестко. Ну, давай, самый сложный. Я вот его не смогла даже запустить. Я что-то не разобралась с ним. Как с ним работать? Ну, там смысл в том, что... Ты, наверное, забыла, тут внутри gnail lover, там есть папочка copying here your gnail. Ну, это я копировала. Да? Не знаю, чё не так. А ты просто из этой папки запускаешь. Давай посмотрим. Момент. Момент. Каждый раз волнуйся, когда новые тестеры. Так. Bufersize 3. Ладно, с этим потом разберемся. Ты где-то пробуешь два раза очистить место, которое... Да, короче, как я поняла, это что, когда вы... Невалидный FD-шник, мне казалось, что в прошлый раз у меня из-за этого был косяк, что у меня не мейн это чистит, а я сама очищу. Может, поэтому. Потому что... Ну, я вчера у чувака проверяла, у него точно так же тоже было. И когда я убрала в мейне, я подумала... Ну, у него прошло мулинет, и я такая, ну, наверное, нормально. Ну, просто, видишь, я в этот тестер не загружал никакой мейник, то есть он только со своими мейниками работает. То есть у него там есть папка mains, и он вот с ними работает. Это понятно, да. Ну, там, скорее всего, стоит фрилайн, и после невалидного FD-шника. А у меня он сам ее делает, когда невалидный FD-шник. Вот, а здесь что-то... Ну, это, на самом деле, он так напрягает, как вот эта часть. Когда буфер 3, ну, окей. Ладно, давайте закончим этот тест, потом будем разбираться. Если ничего не найдем, я тебя пущу дальше, там дальше пущу с мулинет разбираться. Ну, да, у меня сейчас третья проверка. Но если мы что-нибудь найдем, то будет хорошо, если мулинет тоже это найдет. Это что думаю. Потому что у меня нет ни малейшего представления. Ну, за исключением вот этой вот фри, которой я не понимаю, как она должна... То есть должна я сама ее чистить, эту линию? Или ее должен чистить main? Это вопрос. У меня есть какой-нибудь результат в тексте? Нет, 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 видимо, нет. Так. А вроде, посмотри в ридме, там вроде что-то должно быть, мне кажется, все-таки. Сейчас говорю, ридме открывать в атоме. Ну, ладно. Ладно, придется ручками искать. Буфер с сайз 3. Интересно, почему 3? И в ронг инпут, неправильный, неправильный инпут. Ну, вот, скорее всего, это из-за фри, кстати. Вот, скорее всего. Типа он поставил буфер с сайз 3, а инпут поставил FD, шник которого нет. Типа 42-й или там 60-й. И, соответственно, у меня почистил еще линию сам. И там же из-за этого молок, там еще один, второй. Вылезает ошибка внизу. Скорее всего, так, мне кажется. Потому что больше у меня нет вариантов. Ну, скажи, у тебя следующая проверка. А все это последняя. А, угу, хорошо. Так. Не помню, там какой-то, какой-то из тестеров делал файл и аут. По памяти я не вижу проблем. Все хорошо. Грустно. Ладно, сейчас будем разбираться. Можем проверить вот эту мою теорию, что если убрать фрилайн, то он пройдет его. В первую очередь можем это проверить. Так, у меня еще открыта старая проверка. Закрыл. Ничего. Вдруг, ты чего? У меня в этой папке кучу всего есть. Открой, пожалуйста. Нет. Единственное. Вышен там находишь. Desktop, Clone. Да. Сделай LC посмотреть. Ничего не надо. Да, это и есть. Может, просто команда не работает. У меня тоже так иногда войск оттупит. Ну, у меня первый раз только. Ладно, сейчас секунду. Попробую закрыть открыть еще раз. Да, пожалуйста. Да. Спасибо, Ваше. У меня нет библиотеки для него, подключены в ваш файл. Понятно, а ты помнишь к этому библиотеку? А там какие-то буквы F, C, N, L. Лучше делаем on to open. Я так всегда делаю. Q нажму. А, да. Ну, правильно, потому что тесто 1 здесь нет. Я его не загрузил. Да, ты не переживай, это все правильно. У меня просто много пустых строчек. Там, короче, скажу. Ну вот, видишь, там первая строка, дальше много-много пустых строчек. Так что все работает нормально. Так. Угу. Ну, давай так. Так, он разве не должен... А, да. Сейчас. Возможно, просто ТВ-шник есть на маке. У меня тоже так же, когда я 42 проверяю по чекеру, у меня все время есть. И я такая, ладно, поставлю 60, тогда его точно не будет. Надо узнать, какого есть. У меня почти не было ничего не открыто, то есть мне всегда он выдает третий вид, что это сейчас. Я открыл файл и попросил напечатать файловый дескриптор. Он напечатал три. Это значит, что вообще не было ничего открыто. Так, у меня получается, я напечатаю. Да. Так, я должен понять, что происходит. Да. Да нет же, я хочу, чтобы это было там. Может быть, не открывать ничего? Или ты? Типа два раза? Он просто воспринимает это как условие, а я хочу, чтобы он... Ладно. Может, скобочки надо еще одни добавить? Тогда сработает. Да, логично, в принципе. Так, и что? Ничего не печатает? А, ну да, логично. Потому что не в цикле это надо сделать. Это надо делать вот здесь. Ну да, он же у меня печатает. У тебя все нормально. Ты думаешь, что они просто чистят в мейнике, и поэтому... Мы можем это посмотреть, сможем в моей функции убрать эту строчку одну, фрилайн, и тогда проверить тестером. Не знаю, если так. Если это моя... Ну, вот моя загадка такая, видишь? Вот такая же ошибка. Потому что второй раз чистится, и у меня чистится, и здесь чистится. И там то же самое. Подожди, а что-то не очень понятно. А в какой момент ты чистишь лайн? Посмотри, я тебе расскажу. Я сначала просто... Я делаю через листы. То есть я сначала выделяю ноду в любом случае. То есть я читаю там где-то почти в середине. Вот здесь вот я сначала создаю ноду. Пустую, там пустой остаток. Подожди, я хочу тогда уже хайдер посмотреть. Так, вот твоя структура. Угу. Файловый дескриптор. Это, я так понимаю, остаток. Угу. Следующий указательный, следующий. Да, да, тут вопросов нет. Вот. И, соответственно, я создаю новую ноду. Захожу первый раз. То есть пока что я ничего не читаю. То есть все это он у меня делает до того, как возвращает минус единичку. То есть он создает ноду. Отправляет ее в функцию getLine. Этот остаток getLine у меня там сверху. Да. Так, здесь он сразу же проверяет, остаток был или нет. И там в той функции ft-checkRest он создает лину, один байт задает. Стердапом. Вот, да. Вот здесь, если Resta нет, то он делает один байт. И то есть у нас уже есть и нода, и линия. Но потом мы заходим, возвращаемся в getLine, который. Да. И вот у нас цикл. То есть он делает буфер. Тоже создает. И потом заходит в цикл. И в цикле только read, видишь? Ну, то есть не заходит еще в цикл, а в условия цикла. И здесь он возвращает минус один. И тогда он идет, освобождает буфер. То есть в цикл он не заходит. И идет функцию checkRead. Она тоже сверху. И вот здесь, если он прочитал минус единичку, то он фришит линю и возвращает минус один. И если мы уберем сейчас вот этот фри, то он сработает. И то есть это все зависит от мейника. Если в мейне фришит, то это... И как надо для мулинета, я не понимаю. Потому что прошло у чувака и вот так вот, и у другого чувака прошло не вот так вот. То есть странная какая-то тема. Ну, мулинет точно проверяют на утечку. Да. Поэтому давай посмотрим, просто чтобы убедиться. Получается, если ты убрала здесь, вот мой мейнс фри. Да. То он должен сработать без вот этого аборта. Да, интересная ситуация. Расскажи потом, как, что получится, не получится. Так, я еще хочу посмотреть несколько тестов. А-а-а, где у меня тут? Ну что, ну давай, ладно. Уже сегодня тестили. Да, ну давай тогда Ожегова. Словарь тоже тестили тебе? Нет, словарь не тестили, давай словарь. Тест-четыре текстили. А есть какой-то другой? Ну давай тест-пять пробуем, а потом тест-четыре текстили. А, да. Конечно. Так, open is this of that. Да, здесь все. Правильно. Работает с таким размером буфера? Без понятия, максимум 7 нулей проверяем. 7 нулей работало. Да, молок не может алоцировать столько памяти. Ну там есть фишка с переполнением стэка. То есть, на мой взгляд, больше 7 нулей оно и не должно работать. То есть, это нормально. Ну и у меня так же было с Муленек, поэтому, раз уж я прошел, значит, мои мысли на этот счет верные. Ну у тебя, получается, не чистится линия, когда невалидный FD-шник, да? Нет. Ну мне же ее передали, я работаю прямо с этой линией. Поэтому... Да, я понимаю. Ладно, посмотрим. Потому что я не знаю, кто еще мог быть. Могла быть проблема. Но очень проходили и как ты. Мне кажется, это задача того, кто... Ну, типа, тот, кто вызвал функцию, то ты должен ее почистить. Интересно, это... Что-то он долго так у тебя это делает, мне будет быстрее. Ну, ладно. Не знаю, но мир быстро что-то прошел. В прошлом тесте, не знаю, чего займутся. Понятно, понятно, понятно. Понятно. Ну вот, еще включу вот этот тест-3. Сейчас я только проверю. Вот так еще. Расскажи, почему вывелась одна строка, а не две. Ты вызываешь один раз, потому что... Ну, вроде цикл есть. Цикл пока не возвращается. Больше нуля, пока единичка. А та строка последняя, да? И ты ее должен тоже... Да, вот это вот последняя. Не знаю. Такого у меня еще не было вопроса. И никто не спрашивал и не рассказывал про это. Ну, смотри, фишка в чем. Это, на самом деле, фишка в мейне. То есть, getnextline отработала хорошо. Фишка в мейне. Просто на будущее, если вдруг ты сейчас не сдашь и придется пересдавать, перы, которые там постарше, они могут на этом завалить, сказать, что ты не понимаешь, что делает код. То есть, у тебя getnextline работает пока больше нуля, да? То есть, как только ты вывела ноль, то есть, когда ты прочитала последнюю строку, у тебя она запомнилась в line, но не напечаталась. То есть, надо еще вот так вот сделать. Да-да-да, это я знала. Еще раз, то есть, перед printf еще раз вызвать ее. А, а. Ну, и по-хорошему здесь тоже надо... Free, да. Получается, ты напечатала, почистила, последнюю строку запомнила, но не напечатала, потому что уже не совпадает вот это вот условие. Getnextline отработал, но... Как бы из цикла ты уже вышла. Поэтому надо напечатать ее еще раз. Все-все, это я знала. Я просто не посмотрела, что там printf у тебя. И я проверила, что уже один printf есть, а то, что там не line, я не проверила. То есть, я в курсе, да. Так. Что-нибудь еще такое. Давай так. Давай так. А, ну да, конечно. Это не хорошо. Это я не знаю. Это ты то же самое сделал? У тебя раньше что было? Ну, раньше в мене я сделал чарт звездочка и передавал адрес line. Сейчас я сделал чарт две звездочки line. Сразу. Ну, то есть, по идее, тип точно такой же. Убрал ampersand, значит, две звездочки. Я передавил вот сюда. То есть, это странный способ работать с этой функцией, но если докапываться, то могут докопаться и до такого. И почему же она не сработала? Если line равному, то я должна вернуть минус один. И что, почему нет? А, ну, ладно. Давай, давай, давай. Ну, на зум мешает сделать то, что мне нужно. Я просто, ну, знаешь, хочу, чтобы точно у тебя там все прошло, если не пройдет, чтобы ты знал, почему. Шикарно, спасибо. Поэтому я тебя мучаю. Да, хорошо, я так рада буду. Потом сейчас не пройдет, я буду переживать и не понимать, что происходит. С дебаггером работала когда-то? Да. В ESP-лоде, да? Значит, ты понимаешь, что сейчас произошло? Да. А, я брейкпоинт и поставил. Возможно, он на SEGA сам, да. Потому что ты хочешь еще раз. А, ну да, это моя. Сейчас давай так вот уберем. Значит, это не у тебя проблема. Это уже хорошо. Мы сейчас пас проверим. Нет, самое маленькое. Супер. Ну, блин, я не знаю, что у тебя там за прикол с тройкой. Что? Да, с неправильным импутом. Там же написано, что буфер-сайз-то не суть, а суть в неправильном импуте. И поэтому, я думаю, что прикол именно с этим. С тем, что он чистит и должен, то есть и внутри программы, и снаружи. И как-нибудь манимет, я не знаю. Ну, давай на всякий случай еще вот так посмотрим. Да, все работает. Раз, два, три, четыре, пять. По длине строки. На один больше работает. На один меньше работает. Не знаю, все, что у меня было, я проверил. В принципе, меня все устраивает. Так что, где там это? Вот. На утечке мы посмотрели. Неправильный хайл-дескриптор посмотрели. Это все посмотрели. Давай код посмотрим. А, ну, код, в принципе, ты мне уже начал рассказывать. Сейчас проверю. У тебя статическая переменная одна. Это вот как раз этот список. Сейчас еще раз. Структура. Давай еще раз вкратце. Ты, получается, у тебя в каждом элементе структуры один файловый дескриптор. И ты вот переходишь к... Да. И один остаток, да. Работает. Малый структов файловый дескриптор. Хорошо. Ну, если тест прошло, то мы будем смотреть дальше. Статическая переменная одна. Да, все ок. Ну, ты напиши потом, как у себя пройдет или не пройдет. Окей. Ну, сейчас оно загрузится. Я буду... Давай, удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok.